Письмо Вот они теперь пожилые Они теперь учат Не слушайте железов, кстати, до сих пор Потому что у них сады не состоялись Но бита насмерть в голову Итак, благополучно эти деревья загубил Собственными руками Как я теперь понимаю, посмотрев ваши видео уроки на ютубе Так, теперь еще один момент Потом кому надо, прочтете Увидите, сравните Вот, видите Половина саженцев из-за просадки Оказалось в углублении Знакомо, дальше Полетели ненужные ветки Ненужные, видите Ненужные, это До сих пор Страшная вещь, когда это И сейчас Свежие ролики по радио Когда человек, который считает садовод номер один Говорит Про ненужные ветки Сам слышал Потом мной был куплен профессиональный Преосисикатор Вы его показывали в своих фильмах Все прививки, где он применялся Погибли на следующий год Ну чем вам не совет Вот Выбросьте, если он есть Это ужас какой-то Это Какой-то гениальный человек Создал такую штучку Довольно сложную Меня застрели, я не смог бы ее создать Но она не годится для этого Не годится Так, а вот это интересно А вас впервые слышал Промелькнул где-то Это мне обидно, что вы мне не помогаете Распространять эти же ролики Промелькнуло Где-то метод Железова Самое интересное Потом известный Литовский профессиональный садовод Фамилию называть не буду Упомянул вас Констекция выращивания сада Именно в суровых Сибири Нормально Но В остальном он где не согласен Оно понятно Ему нужно продать саженцы Колновидные лекарники Изуродованные обрезками Вот всех уже это Колновидные лекарники Изуродованные обрезками Недолго живущие На подпорках и растяжках Вот Самое смешное Глупость, дикость Когда специалисты Которые считают себя этим Они или рисуют Ладно Нарисованному Чё, какая претензия К колонии Не важно Яблоня, груша, персик, абрикос Вот Но когда в живьём попадается Ну хотя бы яблоня Хотя бы Хоть они А этому несчастному карлику Ростом максимум полтора метра А то и вообще метр А то меньше метра Они уж там ещё делают Они несколько десяток Нижних веток отрезают Ну веток в каком смысле Это может быть Почко Плодовое образование На котором должны висеть яблоки Хоть сколько-то Они их отрезают Где-то смотришь Одна третья Наберите колонны В этом Как она называется В интернете Просто там В Яндексе В Рамблере В Гугле Наберите И вы видите Они им штамп делают Ну это Это настолько въелся Этот штамп Нахрена Почка Которая взята С ветки Нахрена Которая выросла В ветку Заметьте Не в дерево Там речь о сеянцах Не идет По двое Это палка Обросла Искусственными корнями По двое Это почка Вот Которую выпрямили Специально Она же сбоку В это Ну 100% колонновидок Почка Втыкается Как-то Уживляется сбоку Потом Вертикальный побег Дикий отрезается А она выпрямляется Так бы она И себе Росла бы Бок Выпрямляется И они их там делают Я смотрю Думаю Вот это да Вот это вбито В башку Уже Ничем не оттуда Из этой Ни с одной Вот А вот Вспомните Как он говорил Что-то Старики учили Эти старики 30-40 лет назад Не были стариками Только им голову Заморочили А не вам Ой Так Впал ступор Полез знакомиться Ничего удивительного Что у меня все дохнет Так Ладно Это все Вы потом еще Посмотрите Кто выдержал Это Да Это из-за того Что у меня Сахар снизился Вот А то еще спрашивают Говорит У вас Все У вас не болел Ком диабетом Так Ну в общем так Скажите книгу Северный сад Только через Павла Надо заказывать Или вы тоже Пересылаете Жду ваше видео Хочу стать Грамотным Садоватом Грамотным Интересно У нас в Сибири Не только Чтобы у нас Сибири Только росли Подносили Лечебные сады Да Насчет Лечебных садов Это отдельный разговор Кстати Лариса Михайловна Значит Что мы имеем Северный сад Лежат Ну Неделю я продаю Одну-две книги Сейчас даже стала Как бы Парочка за неделю Это уже Прогресс Вот Но маловато А ведь Кстати сказать Ведь это же Прекрасный подарок Ну Предпочитают Дарить всякую ерунду Знаете Я с вами Как просто По-житейски говорю У меня Висит Несколько галстуков Которые я ни разу Не одел У меня висит Несколько подтяжек Я ни разу в жизни Не одел Ни одну подтяжку У меня Это самое Лежат Знаете Что я люблю ходить Тормоза Я ни разу Их не воспользовался Ну В общем Вы поняли Да Вот это Настоящий подарок Семинарий По сортам груш Расскажите Немного Когда созревают Как хранятся Вот Особенности Может прививки Есть какие Для груш Так Дело в том Что У меня как раз Самая богатая Прививки Если вы имеете ввиду Привои Именно для груш Еще есть десяток сортов Абсолютно сладких Абсолютно Абсолютно сладких Вот Причем Все они Кроме сварога Не имеют никакого отношения К сибирским Сортам К колтайским сортам Это все Юг 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 Еще южнее Вот И вот То сочетание Мои уссурийские Груши Не портит их Но это отдельный Разговор А вот По сортам Груш Я не могу Рассказывать Как Я в принципе Про груши Рассказал А сорта Я не могу Сказать Сколько там Витамина С Я не могу Сказать Сколько там Сахара Я просто делю Сладкие Кисло-сладкие И дубовые Дубовые Это понятно То же самое Вот Ну что еще Ну ничего От красоты Необыкновенной красоты Плоды В фильмах На фотографиях Я их приводил Вот Когда созревает Практически все Созревает От Да Поздновато Для Сибири Нет А Для Европы Поздновато То есть В сентябре И часть Переходит На октябрь Вот так Вот Еще у меня Принцип Вы знаете Я ни одну грушу С дерева Не срываю Жду Когда упадут Получается Довольно Поздновато Ну все это Вы видели Как хранятся Хреново Ой Извиняюсь Хреново Хранятся Потому что В основном У меня летние Осенние Вот Например Когда нужно Я достаю Кому-то Надо Позднее Осеннее Зимнее Тут Я кланяюсь Чернобаеву Хотя Там Больше 18% Сортов Это Мое Но есть 20% Чего у меня Нет Самостоятельная Личность Такой же Ищущий И Фактически Мне нечего Сказать Кроме Как Еще раз Прогнать Фотографию Но Это Вы уже Видели Так Теперь Так Вот Тут Вот это Казалось бы Небольшая Абзация Но Здесь Так Получается Что Целая Философия Я это пропущу Потому что Это С одной стороны Очень важно Почему Принято считать На сибирке Яблони Привать нельзя Не пойдет На груши Дикие Привать нельзя Не пойдет На абрикосы Дикие Привать нельзя Не пойдет А у меня Не только Не пойдет Еще Удалось Где-то Сохранить Качество Где-то Изменить А где-то И улучшить Особенно Крупность Вот Получается Но это Целая философия Мы это Проходили Вы написали Привать Дички Самосерки Местные Вот Накопал Посадил А где Гарантия Что мои-то Мои-то К моим Привучены Подвоем Вот чем Хитрость На этот Длинный Разговор Огромен Вот это Вот мне Кто-то Представил Из наших Ребят Виноградов Нет Обидится Кто-то Если я Ошибся Просто Я не стал Вот Видите Это просто Как иллюстрация Дальше Не буду Иначе Мы никогда Не закончим Сибирка Десять лет назад Такая была И сейчас Жива Это территория Больницы Вот здесь Табличка Должна Висеть Да Ну и что Что дикое Это феномен Вот так Вот Ну О чем Мы будем Говорить Сейчас Говорили Они Вот это Вот Я выкопал Саженец Целиком Мне надо Вот делать фотографию Тимошка Я держит Почему Потому что Речь идет О неправильной Посадке Семян Косточки Чуть не так Положил Вот то Что получается Ну В принципе Что я хочу Сказать Я Так Где-то А потом Ниже Вы увидите Вот вы увидели Нормальное Да Диабрикос Это нормально Ну Если его Посадить Польза От него Примерно 50% Казалось бы Все Вот они Даже Вот эти На самом Деле Вот эти Вот Пообломанные Потормные Вот видите Я себя не сижу Есть вот Маленечко Вот видите Этих самых Волосков Вот они Волоски 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 Но в целом Учитывая Что он Вырван Грубой Земли И поедет С целыми Корнями Заметьте Никакой Пикировки Дебильной Придумали Вот Ничего Не будет И все равно Поняли Я уже Который раз Намекаю Половину Кроны Долой Вот тогда И шанс Что Привез Вот посадить Целый Даже с такими Корнями О какой Молодец Это Сергей Паковал А я у него Выбрал Один Груб Показать О какие Молодцы Вот здесь Вот Влаги При посадке Будет Питательных Веществ Когда поливает Это еще Не питательные Вещества Когда много Льют Нормальное Состояние Придет Когда Врастет Врастет Когда у него Будет нормальное Питание А вот здесь Его Первое Если Вот эту Крону Не Отрезать В половину А у Сергея Это 100% Это закон Наш Мой Придуман Вот Это Даже не задумываюсь 50% Где-то Может и Больше Так вот Здесь Мощный Двухметровый Я Не для этого Я Раз Вышло Так Объясняю Итак Обрезали Половину Иначе Здесь Слабый Ток Из-за того Что он Пересажен И сразу Сердцевина Начинает Загнивать Поняли Умерщвляться И вот тут Поселяется Гриб Трутовик А уж Ему Поселиться Нужно В любую Малюхонькую Трещинку Вот так Фух Я когда-то В фильмах Показывал Дважды уже Вот так Оставил На зиму Да не выкупили По двое Хотели выкупить А потом Сказали Да На черт они нам нужны Остались на зиму В январе Выпал первый снег Первый снег Выпал в январе Морозы Стояли под 40 Пришла весна Оказалось Что По-настоящему Морозы Такие корни Я думал Сливы выдержат Китайские Вот так разочаровался Так разочаровался Абрикос выдержал Страшную зиму Когда только в январе Первый снег И до весны Вот такой снег был Больше не было Некуда прятаться было Вот это все так На морозе И было Вот Вот тогда Я до конца сказал Ребята У меня самый Морозостойкий В мире Этот самый Морозы Абрикос Знаете Приморье Приморье рознь Есть при Океанские Или как Приморские районы Да Там и 30 градусов Это редко бывает Там ни одной льдинки Нету На океане Там Все время Как бы это Вот сильно смягчает Климат А есть тайга Настоящая Манджурская Сихоталинская Тайга Есть горы Там чем выше Тем меньше Абрикоса Вот эти гиганты Как у меня Растут в низине В горах Они не смогли бы Вырасти Такими огромными Там даже Чуть-то не Полукустарники Но Где-то Есть граница Морозостойкости Вот я Не удалось Установить Видите Вот это Как раз Отсюда Это места Бродского Ну это Мне прислали Вот Это С той самой Злополучной Посылки Сергея Я же Успокоиться Не могу Видите Вот так вот Вырасти Корешки Привили Пока сидело На месте Росло Потом Сдохло Это я уже Их вырвал Их Даже выкапать Не пришлось Вот Все это Сдохло На таких Корнях Расти не может А это Вот это Настоящая Колновитка С рынка Я ее купил Кстати За 500 рублей Я вам покажу Вот Я две купил Видите Настоящие Колновитные Ямы Настоящие Они как Вот Супер профессионалы Я фамилию Называть не буду Они ворчат Что Страшный вред Нанесли Вот этому направлению Колновитному Мошенники Они якобы Еще когда Они были на испытании А долго украсть А долго Перепривить Перепривил 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 И у них Качество Как-то Разжижились Растворились Как Сахар В этом В чай Все И получилось Они Псевдоколновитки Ненастоящие Вот они И замерзают И подвоев Для них Настоящих Никто не делает И получается Опорочена Сама идея Ну что я вижу Я вижу Что нормальные Искусственные Корни И только на таких И можно вырастить Классические Колновитки Якобы Не будет давать Боковых Этих Веток Ну а брезьте Вот тут И дадут Куда денутся Сейчас покажу Ниже А вот это Ну вот то что я вижу Нет Правда Это чистые Колновитки Вот Другое дело Что пользу От них В Сибири На Дальнем Востоке На Урале Ноль Вот Ну Узнаете Пять лет Прошло На третьем году Первый Последний Урожай Вот она Вот она Видите Там доски Это у меня Это Беседка Все на самом На виду Вот она Голубушка Вот Вот это И все Урожай Пятьсот рублей Стоит Два яблочка Вот Понятно Да Так Теперь Вот это Вот мой текст Почему они Колонны Как вырастить Думал Я думал Думал Я думал И сказал себе Если я начал Про колновитки Пройдет три часа Я еще не закончу Я вам уже Кое что сказал А сейчас Быстро Пробегаю Так Значит Смотрите Городничин Умнейший мужик Уважаю Вот Не только я Я от других Уже слышал Что есть такой умный мужик Вот Ну я имею в виду Умный И начитанный И грамотный Вот так вот Эксклюзив Он мне прислал Стопроцентный Вот Язык мне Отрежьте Если я не прав Отдам Вот Всегда вот на таком фоне Делаются Рисунки Вот А Слив не бывает Я просто коротко Вот это персик Так Вот Их тоже не бывает Помните Такая же Мошенническая фирма Беккер Написала Что это абрикос Они даже этого не знали Разница между абрикосом и персиком Вот Пожалуйста еще Вот Груша Груша я один раз видел Похожа на колновидное Но абрикосы И черешни И персики И сливы Исключено 100% То есть чистые мошенники Вот А вот здесь Помните Я совсем буквально минуту Так Несколько назад говорил Ну это же Ладно Это рисунок Но эти Мошенники Умудрились даже на рисунке Штамп сделать Ну вот представим себе Что он настоящий Ну вот представим себе Вот этот объем Да А вот здесь Вот все это уничтожено Вот здесь бы еще столько же яблок Двисело Допустим Не Ну Вот это Вбито в башку Вот эти искусственные штамбы Искореченные Искусственные штамбы Что Даже В истории с колоннами Которые всего-то Одноветочка Надо было полветочки Уничтожить Пополовину Ну Я вообще настолько дурею Это такая громадия И вот у них получается Слово Абрикос Понятно, да? У тех значит Персик Самый Выдан за абрикос Ой, боже мой Садоводы Кому нужен абрикос Здорово Так А теперь смотрите На сайте Представлю Я к вам сейчас обращаюсь Друзья Как хотите На сайте Представлены саженцы Исключительно Высшего качества Господи В школе учились Какой И только От проверенных питомников Я когда-то Не выдержал Когда я В один из таких Питомников Мошеннических Позвонил Так Знаете Что они мне ответили? Да Нет Я написал Написал А мне пришел ответ Да У нас нет сада Ну я-то Прицепился Погоди хоть Одну фотографию Откуда же вы берете Веточки Откуда вы берете Семена Откуда Повои Привои Вот А нет у нас Да у нас нет сада Но зато Мы выписываем От Мировых Производителей Это слово Мировых Производителей А где у нас Мировые Производители А Самые близкие Это Украина А все Украина Самая завалена Импортом Самые близкие Молдавия Украинцы Разучились Что же это делать Самые близкие Молдавия Польша Так Ну а сегодня Это тоже рядом Только подумай Что там зимой Я был Два месяца В командировке Два раза Выпадал снег На три дня Вот вам и это Морозостойки И в общем Я теперь прошу вас Друзья Вот источник Вот он Пожалуйста Видите Телефон есть Это главный магазин Представляете Что За тысячи Километров Они приезжают Они скрывают Вот этого Они за тысячу Километров Приезжают Саженцы А с момента Выкопки Они умирают Вопрос Полностью умрет Или у вас умрет Вот Сейчас до этого Дойдем Я хочу сказать Что Просьба Обращаясь к вам Я устал бороться В одиночку Устал Трудно набрать Вот это Для многих Это даже бесплатно Будет Вот Сейчас многие Со мной Разговаривают По 40 минут По 60 Я говорю Так дорого Вижу уже Молюсь Сколько можно Говорить А ничего Нам бесплатно И вот Узнайте Где Если Сангрии Я когда проводил Семинар В Москве Мне принесли Распространяемый По Москве Каталог Еще не вот это А еще цветной Это было 2007 год По-моему Один цвет назад Еще в ходу Были бумажные И там Саженцы Из Англии Когда я продал Саженцы По 500 рублей Они продавали По 5000 И где Правильно В Москве По 5000 В 10 раз дороже А ведь Они же Где-то стоят На складе И гниют Они даже Не прикопанные Представляете Пожалуйста Я вас умоляю Вот источники Вот источник Вот телефон Пусть 5-10 человек Ну не поленитесь А потом Вот же В следующем вебинаре Напишите Лучше На мой электронный адрес Напишите А я потом Все это озвучу Ну нельзя же так-то Ведь Дорят Ну пусть не вас Даже не вашего Родственника А где-то в другом городе Ну мы же все Братья-садоводы Давайте Выводить их из теми Мировых производителей А На бедренные повязки Продавать чукчем А эти самые Это тоже самое А меховые Вот эти Оленевые Как их там Называют Продавать этим Которые Бегают Голыми На экваторе Так Идем дальше Ну Это мои Как же Чтобы побыстрее было Так Арбат 10 лет Не замерзла ни одна веточка Ничего И ни одного плода Прививка на Сибирку Вот это дерево КВ-7 Дало урожай Мирового рекордства Миллионета Да Скромно говорю По росту По весу По морозостойкости По весу Ну то есть По этому По урожаю Есть фотографии Есть фильмы Все это известно Это без обмана Даже Даже привлечением Нельзя назвать Это есть Почему Телевидение снимало Этот урожай Трясли дерево И Снимали урожай Перед этим Здесь было Это Так я к чему говорю Разброс От мирового рекорда До нуля И Так как Все таки У меня Сибирка А здесь Эти самые Сами знаете Нарисованные плоды То тут Будет нуль Так Ну Подобрал Неск фотографий Первый попавшийся У меня их сотни Слива Она не может Вот На колонну смахивает На следующий год Здесь все пусто Переносится на ветки Продолжения То же самое Вот видите здесь Уже никогда Не будет ни одного плода Все Теперь вот здесь Не будет ни одного плода Потом вот здесь Не будет ни одного плода Вот Значит На колонну Она никогда не тянет Ну Чуть ли не колонна Мог бы сказать У меня колонна видна Слева Кто к меня Ну пусть с ветками Пусть три ветки Вместо одной Вранье было бы Я не мошенник Вот Ну это тянет на колонну Вы примите немножечко Так знаете Вот сюда Чтобы вертикально было О Железовая колонна Нет На следующий год Еще год-два Вот эти плодовые Плодовые образования Прекращают работу И Плодоношение На центральных На этих На проводниках На штампах На вертикальных Это Извращение Но недолгое Вот И еще Такой же подлый Этот самый Видели Телефон Это Это Бекер Который До сих пор У меня Каждый день Меня Это Долбят Что Чтобы я у них Купил Скидки Предлагает Вот Каждый день Вот он Смоленск Пожалуйста Я очень прошу Проведите Это Такое Расследование Вот Видели Абрикос Колоновидный Нарисовали Персик Даже этого Не знаю Москва Я уже не выдержал Тему Эту надо Закрывать Надо открывать Открывать Я оговорился Открывать Все Февраль месяц Привела меня Мараховская Показать Как это выглядит Месяцами Стоят Сухие Вот в этих Вот 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 Все Они не знают Что Вот Отсюда Через Даже без листьев Через Эту Хору Пройдет Уходит Влага Отсюда А тут И влаги И когда Она меня Закрывала А я лазил Тут И делал фотограф Видите Без обмана Вот этот пол Вот он Пол видите Я один Стойком Она меня прикрывала А я Чтоб не видели Охрана А я фотографировал Вот это вот Сюда А потом Подошел Спросил Откуда Дровишки С Польши Понятно А эти Откуда Дровишки С Творецк Приходят Польша Это Самая близкая К ним Так Это 2013 Год Он тот год Был У меня было Таких годов Несколько Один из них Настолько Он был Выраженный Вот Приезжал Телеканал Культура С Москвы Ну Думаю Преподнесут Как сенсацию Что-то Подарю Науке Что-то Продам Держал Для них Ну А в Следующий 2014 год В мае Ударили Морозы Даже не Заморские Морозы Святы погибли Деревья Нет Нет Ну не погибло Святы погибли Так я еще год Продавал Из этого Ну И Удалось Избежать Нищеты Раз Удалось Проверить Что Все-таки Мой способ Хранения В погребе Прекрасен Потому что Не все Но многие Сказали Вот эти Залежал Лишний год Пролежали Они Взошли Лучше Вот это Вот снимок У меня таких Полсотни Ключевой Ключевейший Который Открывает Тайны Природы Я в этом Безуминару Показал Еще раз Покажу Почему Потому что Вы все ждете Чуда А чудо Заключается В том Чтобы А Вот так Сохранить Б Статификация А здесь Это ярчайший Пример Он мне так Нравится Самому Он мне намного Открыл глаза Итак Лежали Сосед Забил Калитку Сменялось Поколение Калитка Забита Я через Эту Фотографировал У себя Я собрал А у соседа Остались Вот так Нить А им цены Не было И в осень Собрать И мне Деньги Заработать И вам Вот И оказывается Кто-то Может быть Кто-то Из Ангелов Архангелов Шепнул Забейте Калитку Чтобы Железов Не смог Дотянуться До него У меня Вся жизнь Вот из таких Историй Состоит Вся Чуть ли не Каждый день Идет Непровольная Цепочка Я просто Поражаюсь Что-то Тут Не так Вот И вот Значит Я через Этот самый Перегнулся И Сфотографировал А нет Там Это самое Ну в общем Фотографировал Получился Почти в упор Там по-моему Щелка была И вот я сделал Вот такой снимок Смотрим Итак Естественное условие Ребята Вам же как А вот Хольцер сказал Не надо Закапывать Вообще Я-то хоть За символическую Прикопку Опасную Мыши воруют Правильно Вот Достает Может быть Мороз Последний Достать Если Росток Пошел Все может Быть А на глубине Отлежится Замечательно Как и пишут Специалисты А потом Сгнивают Об этом Они не пишут Потому что Они этого не знают Они находят Другие причины Замерзла Вот А вот Она Один из вариантов Хольцеровский А Насыпали И пусть Что надо Взойдет Ну Хольцера Их может быть Тысяча А ему надо Пять Давайте Смотреть Один Пошел Рядом Вот вторая Плохо видно Вот Высунулась Рядом Вторая Косточка Второй Пошел Все что ли Вот этот Впилась Наверняка Пойдет Вот Она уже Раскрылась Лопнула Вот А самое страшное Что А ну Вот этот Подозрительный Ну Может быть И не пойдет Уже Так Этот Сгнил Этот Сгнил Этот Сгнил Этот Наверняка Сгниет Плесенью Покрыт Видите Вот А еще Даже не Закопан Сгнил Ну И пара Еще под вопросом Пара Тройка Под вопросом Это что получается Это еще Не закопанное Им еще Гнить то Не положено А они уже Сгнили Половина А выход Годного Три Четыре Так Штук на Двадцать На пятнадцать Это как Понимать то А кто Кто то Садит Под зиму Он потом Говорит Что то у меня Мало взошло Ну вот Наверное Если бы их Закопать Вот эти бы Наверное Выдержали сырость Когда закапывает На всю зиму Снег Земля сырая Потом промерзла Потом снова сырая Промерзла Сырая Промерзла Сырая Вот Ну я говорю У меня был Уникальный случай Друзья Я посадил Полторы тысячи Костки Впервые я решил Перейти на промышленный Масштаб Сто семьдесят То есть полутора тысяч Зашло Вот Я потом утешал себя Я быстро Господи Это самое Какой я Какой я Какой я Можно сказать Гениальный Я отбор Сделал У меня Каждый восьмой Только взошел Или там Каждый девятый И ой молодец Это я себя успокаивал За ту неудачу И действительно Вот они Самые Это надежные А вы хотите Потратить Кучу денег Чтобы это Взошло Две Три Нет К чему я наклоню Правильно К старификации В начале У железного Хранения Такое что Лишний год Хранились Ничего с ними Не сделалось Вот Потом Вот этот способ Убираем Одна крайность Заглубляем Сильно Сильно Взойдет Больше А может быть Больше не взойдет Потому что Эти там Будут сгнить Даже так Вот Вот еще Одна фотография С погреба Она символическая Манджурцы Жердели Манджурцы Жердели Я просто взял Вот так Хотите иметь Вот такие Это королевские Абрикосы Восьмидесятиграмовые Хотите Вот такие иметь Вот Начнется С этого Кстати Я так переживал Что у меня Вот кончатся Абрикосы Сейчас Ну правда Это королевские Заканчиваются Но в принципе Рыжие заканчиваются Но в принципе Абрикоса много Потому что Так хорошо берутся Рыжие заканчиваются Рыжие заканчиваются